Еще лежишь-то, еще молодой, чтобы ждать какую-то помощь сбоку. Тут люди-то лежат, почему? Потому что прелюбодействуют. Все время в постели лежат, на двуспальной подушке. И мы людям говорим, так жить нельзя, нужно жить для Бога. Раздеты, половина мужиков раздетые валяются. Мы поэтому пришли сюда, чтобы рассказать им, что нам Бог говорит в Слове Своем Святом. Что живущие так, царствие Божие не наследуют, а будут мучиться в огне с сатаною. Бесконечные веки. Другого выхода нету, поэтому надо жить для Бога. Христос воскрес. Воистину воскрес. То есть действительно Он воскрес для нашего оправдания. Он умер за наши грехи. Мне много тут, я думаю, процентов 80 в чатрулетки здесь, это мусульмане. Их просто здесь, конца края нету. А они никакого понятия не имеют о христианстве вообще. Аллах и все. Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Мы разобре криким, они замолкли. То есть Иисус Великий. Я им показываю их книгу священную. Они не могут прочитать ни одного слова. А наши православные стоят, тоже церковно-славянский язык не понимают. Надо же делать доступным, что нам Бог хочет сказать. Он зовет нам, дал две заповеди нам. Люби Бога всем умом, всем сердцем и ближним, как самого себя. Если человек эти заповеди не выполняет, он напрасно живет. Низачем. У вас какие вопросы есть, может, по писанию, по жизни? Да нет, нет, нет. Каких вопросов. Вопросов нету, да? Да. Я много лет вел занятия в университетах, также студенты. Но я уже знаю, я говорю, причин, почему нет вопросов, две. Первое, все, знаете, спрашивать не о чем. Второе, ничего не знаете, даже вопрос задать не знаете, что непонятно. Какой вариант более подходит вам? Я ищу второй. Чтобы вопрос задать, надо знать, почему такое несоответствие с тем, что Бог сделал, и как мы живем, и как выйти. И какой конечный результат нашей жизни? Для чего вообще жизнь дана? Эти вопросы-то человек неверующий ответить не может. А я живу, да и живу. Ну, то есть, на уровне скотины. Живу, прыгаю, мочусь, и дальше все. Режиссуру нам Бог написал. Родился, живи для Бога. Найди Бога и живи по Божьим заповедям. Получи рождение свыше. Будь Вадим Духом Святым. Тогда делается понятным. Это возвышенная цель. Недостижимая на земном полигоне. Бог говорит, будьте святы, как я свят. У нас образец поставлен. А может быть, как свят Бог? Нет, и ангелы не такие. И однако же, вот такой потолок взятый. Будьте святы. Вы можете зайти на наш YouTube-канал, если пожелаете. Он очень большой, насыщенный. Называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин добавит. И вам откроется. Это очень и очень большой канал. Таких может и в интернете. 15 тысяч 150 роликов. Как мы деревню православную строим. Как зарегистрирована община действует. Две даже. Как были у нас длительные миссионерские поездки. Мы в Барнауле дошли до Владивостока. Потом до Лиссабона. В Турцию прошли. И везде дарили 38 книг у меня вышли из печати. Это Бог делает так. Благодать Божия. У меня вопрос теперь, назови у вас есть жена? У кого? У вас. Да я тогда о себе говорю. Это ничего не даст. Но я скажу, есть. Еще из этого показать ее, раз и надо. Говорить можно что угодно. Когда я отбывал срок в тюрьме, в лагере, за слово Божие. Жена себя показала с самой хорошей стороны. Ее ходатайство в генеральной прокуратуре. И как заводила знакомство, что-то передавала. Я каждому могу пожелать, чтобы когда муж в опасности, каждая жена так трудилась для него. Быть верным для Бога. У меня стопроцентно уверенность, что у меня дома нет. У жены нигде она не будет ходить. Она только идет где-то Евангелие раздавать, проповедовать. А это очень сложный вопрос. Важный. Какая у тебя будет жена? А это зависит, где ты ее нашел. Если ты нашел ее в церкви, она молилась, и ты просил у Бога, да, по совету со священником. Один вопрос. А если ты там с площадки взял, так она такая, на вторую букву алфавита и будет называться. Она тебя бритого-то вживо под каблук затянет. У вас даже власти на дне нет, у Бороды. Две мамы в доме же. Вот отсюда все эти гомики и прочее. Надо жить чисто перед Богом. Немного вы так кому все рассказывали? Много что? Много кому так все рассказывали? Ну, я здесь 80-й день примерно, или 79-й день. Ну, много, конечно. У меня в роли здесь составлено где-то 380 роликов. Полноценные беседы такие. С мусульманами много беседовали. Я им показываю. Ну, они когда начинают, я Библию-то покажу. Вот так говорю. Такую книгу-то видал? Он не знает. А это? Здесь, я говорю, все сказано. У нас другая книга. Я так вот беру тогда. Я говорю, может, вот это? Го-о-о, Коран. А я говорю, считаю, что написано. Не может, вот и Баран. Даже срочку прочитать не можете. Ни одного нету. Ни одного. На сотню мусульман. Я говорю, вы такие же, как мы, православные. Стоят в церкви, ничего не понимают. На церковно-славянском языке эта служба идет. Надо жить интересно. С Богом. Ты нуждаешься во многом и в тебе. У тебя будет много друзей, много врагов. Угу. Вы, если зайдете на наш форум, он так называется, во свете Библии, форум, то вступление на форум, там идет через гимн. Во свете Библии ведем мы православный бой. Поет, видимо, певец такой, профессионал, очень хорошо. О, сколько друзей и сколько врагов. Слова такие. Заходите на наш Ютуб, во свете Библии. И если будут вопросы какие, заходите в Скайп. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией, именем один. На весь интернет. Вы меня легко найдете. Заранее приготовьте вопросы. Любые. Любые. Это жизнь, политика, экономика, социология, отношения между людьми, цель жизни. То есть любой. Я много лет вел занятия в университетах, в милиции, на радио. Поэтому уже опыт огромный. Угу. Если вопросов нет, будем расставаться? Ну да, будем. С Богом. Копейки не стоят. Ну, я уж тут 80-й день, наверное. Мы проповедуем Слово Божие, чтобы людей маленько вразумить в этом садоме. И все лежат на постелях, и все едят и пьют. Или курят. Я этим не занимаюсь, все хорошо. Ну, опустите голову пониже, чтобы видно было. Прящутся, как старые элеменщики от жених женщин. Чтобы их не нашли, не узнали. Голова вот так. А хотя это запрещается нормами чат-рулетки, чтобы лицо было видно. Друг от друга же учатся. Очень много ютуберов всяких развелось, которые выкладывают видность, спрашивая лица в интернет. Зачем это надо? Ну, зачем прятаться-то? Мы же перед Богом открыты. Это Адам прятался, потому что он был как ребенок. А Бога-то известно. Ничего плохого не сделали, прячутся. Еще бы я прятался-то. От кого? У меня было, когда меня посадили за Слово Божие, а говорят, вот отсидишь срок, ты фамилию смени, прячься. А от кого прятаться, когда я перед Богом живу? И это власть, которая нас гнала, душила, лопнула, и нигде ничего нет. Надо жить с Богом, интересно. Мы можем вам сделать подарок большой. У нас большой свой канал. Называется «Восвете Библии». Игнатий Лапкин. Там у нас 15 тысяч 150 роликов только. Роликов? Подписчиков? Подписчиков 36 тысяч. Просмотров 35 миллионов. Я зайду, посмотрю. А? Зайду, посмотрю. Да это мало, это немного. Но дело в том, что мы не за количеством гонимся. Мы свидетельствуем о Боге. Какая миссионерская поездка была, 120 тысяч километров. Как деревню с нуля строим православную. То есть мы конкретно по делам. Начинают люди стонать. А что стонать? Я говорю, работать надо. Аллилуйя. Удачи. Да. Но если я говорю, вам потребуется, что мы... Ну, потребуюсь я вам. В скайп Игнатий Лапкин. Запишите только. И мы сразу можем начать беседовать. Хорошо, Игнатий. Да благословит вас Господь. Да. Христос говорит тебе, путь истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это и написано в Евангелии Иоанна, 14 глава, 6 стих. Богу слава. Вот как будто помешались. Батюшка едет на дорогой машине. Ну, он едет в свое место, пусть он едет. А у меня нет машины, мотоцикла не было. А мне 80 лет я прожил. И живу каждый день сытый. Я работал 35 лет трудового стажа на стройке, печеньком. И у меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. Я живой. Государцы-то о нас не заботятся. Они больше заботятся об Израиле, да, об Америке. А вот знаешь, почему он едет на дорогой машине? Да зачем мне это знать? Я не хочу слышать. Зачем я буду глядеть на сучки, а свои бревна забывать? Не надо мне это. Я не завидую. Нет. А почему вот человек умер, отпивают и деньги просят за это? А зачем его отпивать сначала? И денег не надо, никаких было бы. А вот оттуда и дорогая машина. А вот и не ходи туда. У меня одна, мы переписываемся с мусульманкой. Она говорит, почему наши мулдашки, это, ну, муллы, говорят, такие толстые. Мулла. Мулла, я знаю, мы в доме муллы ночевали, когда поездки были миссионерские. А чего они такие толстые-то? Точно так же и живут за счет народа. Что тут спрашивают-то? Да, да. Ну, а мы работаем, мы работаем. Ты откуда сам деда? Ниоткуда я на своем месте сижу, я не езжу никуда. Не, ну, где живешь? Живу в городе Барнавула, Тайский край. Ты вопрос первый задал неправильно, я и ответил тебе как надо. Ну, я по-молодежному, да? Ну, только. Немножко по-молодежному. А то откуда, откуда? Неоткуда я дома сижу, я говорю, откуда? Откуда это из пункта в пункт Б? Да, да. Мы пришли рассказать людям, что так жить нельзя, как здесь. И люди побрили бороды свои. Под каблучники, жен своих боятся. Это знак власти твоей над ней. Что ты позволяешь ей? Прибери ее к рукам, чтобы по одной плашке ходила и мужа почитала. Она называется замужем, замужем, а не вперед, чтобы лезла. Правильно, правильно. Правильно, деда, правильно. Меня спрашивает, я говорю, а вы, я тут 80-й день примерно уже. Ну, еще узнали. Я говорю, узнал, тут кроме блуда ничего нету. Но процентов 50 голые мужики валяются, а процентов 80 из всех мусульмане. А мы зачем? А их тут целая команда. Я говорю, за то, что у тебя дома разрешается 4 жены иметь, за них надо колым большой платить. А тут 44 голые даром. Вот вы, жеребцы весенние, собрались на чужих кобылах кататься. А они смеются. Вы нас знаете, я говорю, очень хорошо знаю. Я работал с вами. И срок отбывали вместе с мусульманами. За слово Божие, конечно. А срок в каком году отбывали? В 86-й, 87-й вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о помиловании всех политзаключенных. 210 человек сразу выпустили. Горбачев. Слава Господу за Михаила Сергеевича. Он нас освободил. Но при нем и посадили, при том сказать надо. Освободили, теперь я узнал. Он вас и освободил. Освободил. Но я теперь узнал по интернету, что Дмитрий Андреевич Сахаров, трижды герой социалистического труда, водородную бомбу, которую изобрел-то, когда его из Горького разрешили приехать, ему сразу телефон поставили. Звонит ему Горбачев. А он говорит не о себе. Говорит Михаил Сергеевич, сколько людей невинных отбывают за слово Божие. Диссиденты назывались. Узники совести. Надо освобождать. Я не знаю, какого числа они говорили, но 15 марта в 87-м году вышел указ. А с 25-го меня выбросили из тюрьмы, из лагеря. Я могу многое рассказать об этом. По пяти тюрьмам прошел. И живой остался. А в каких тюрьмах сидели? Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Джамбул, Жанатас. Джамбул. Мы сами из Джамбула. О, вот это вы. А меня когда привезли туда, в лагере-то, а сначала локалка, там проверяют, чтобы не заболел. И в это время бригадир и говорит, Аман звать его, Аман. И говорит, а вы видели, вчера мужчина такой солидный приезжал. Гражданский кто? Это майор из КГБ, из Джамбула. Он сказал, вот этого человека пальцем не задевать. Я по санкции московской КГБ арестован был. А вот этого человека пальцем не задевать. А другие били, там убивали прямо. КГБ меня посадило. Ну, где? Это на этапе. В Ташкент там завозили куда-то еще. А отбывал в Жанатасе. Жанатас. Ну, в Жанатасе закрыли уже эту зону. А я знаю. Я сказал, когда меня из тюрьмы выпустили, из лагеря, я сказал, я буду в Центральный комитет партии жаловаться. У нас был начальник Бахаев. Аман, кажется. Я знаю, что закрыли. Закрыли. У меня связь сохранилась, с которой сотрудники были. А вы в Жанбу, а кого знаете? Никого не знал я там. Я там и не ходил. Только проезды меня провезли и все. Я бы мог сказать, поискали бы меня одного человека, она может быть там, женщина. Я фамилию даже не знаю. Татьяна Прокопьевна, врач. Она мне сильно помогла, когда я сидел. Они договорились там с кем-то и меня отдельно выдернули. Там в особую локалку. И там мне стали давать порцию двойную, масло и молока, чтобы я не заболел туберкулезом. У меня остались хорошие воспоминания о начальнике политического отдела. Сейчас я не знаю, Кудеринов или Кудеяров. Казах один. Очень хороший мужик. Ну ладно, деда, мы пойдем чай пить. Давайте, идите. А то вас жены свои ждут. Нет, мы вообще на работе. А, на работе. Ну молодцы, ребята. А то мне начинают. Я вот так покажу. А, мусульмане. Ой, это не наша книга. Я говорю, вот это может ваша книга? Он, Коран. Я говорю, считай, что написано. Не можешь, баран. Ты читать научись. Если он не может читать, он значит еще не мусульманин. Он такой же, как мы православные. Но у нас тоже не понимают, что в церкви делается. По-церковно-славянски, потому что. Я говорю, вы такие же. А если ты не можешь читать даже Библию, что ты не христианин, что ли? Ну, христианин, да. Но Иоанн Златоуз говорит, ты не считаешь, не знаешь закон. А закон не знает и нарушаешь. А нарушая погибаешь. И все от того, что не считаешь. Ладно, деда, удачи тебе. Всего хорошего, с Богом. Нашел одного. Вот так. Это слава Богу, что нас Господь все-таки нашел. Да я думал, раздели вас. Милицию сообщать надо было. А он, видишь, хоть оставили рубашку вам одну. А он, видишь, что нас Господь все-таки нашел.